Если вы приобретали недвижимость в браке, то от государства можно получить сумму до 520 тысяч на семью в качестве налогового вычета. Согласно закону, если недвижимость приобреталась в браке, то она по умолчанию считается совместной собственностью супругов, даже если в документах указан только один из них. И право на получение вычета есть у каждого из супруга. Таким образом, при приобретении жилья, каждый из супругов может подать декларацию для получения максимального вычета. И максимальная сумма, согласно закону, 260 тысяч. Соответственно, двоих у них 520 тысяч рублей. Например, семейная пара, которая состоит в браке, приобрела квартиру стоимостью 4 миллиона, где собственником был указан только муж. Каждый из них официально работает. У мужа за последние 3 года был уплачен НДФЛ на общую сумму 250 тысяч, а жена уплатила НДФЛ на 150 тысяч. Таким образом, каждый из них может получить вычет 13% от расходов на приобретение в 2 миллиона, которые приходятся на каждого из супругов. Но не более суммы НДФЛ, которые они уплатили за предыдущие 3 года. А вот и другой пример. Муж с женой купили квартиру в размере 2 миллиона, каждый из них работает и уплачивает НДФЛ. Но поскольку сумма расходов на приобретение составила всего 2 миллиона, то каждый супруг сможет вернуть лишь 13% от 1 миллиона, который приходится на каждого из них. При этом супруги могут написать заявление о распределении вычета и указать пропорции. Например, указать, что мужу учесть 100% от суммы затрат, а жене 0%. В таком случае муж сможет получить 13% уже от 2 миллионов, то есть общего лимита. А жена сможет получить вычет в будущем по другому объекту недвижимости. Такое распределение вычетов, оно актуально, когда у одного из супругов небольшая сумма расходов по НДФЛ или вовсе отсутствует. Субтитры создавал DimaTorzok